Я помню, когда у нас проверяли учителей из района, приезжали, и мама моя заучила, была в школе, и наша учительница ей говорит, что твоя дочка сегодня меня просто расхвалила до небес, выручила. Я не скажу, что она была очень начитанной и хороший профессионал, честно говоря. Неплохой человек, но так, знаете, средненько. У меня были учителя и посильнее, и получше, и серьёзнее, но я не знаю, что на меня нашло, я вот что-то мне говорят. Это просто я читала это всё, а из района подумали, что эта учительница всем этому учила. Просто я сама очень любознательный ребёнок и очень много читала, очень много. Когда я рекомендую людям читайте много, вот все люди, идейные люди, у которых очень интересные проекты, у которых очень интересные какие-то предложения миру и прочее, прочее, все люди, эти люди очень много читали, они любят читать. Только у человека читающего есть столько идей, столько знаний, столько каких-то новых открытий. Поверьте мне, вы среди них не найдёте никого, кто не образованный или не начитанный. Книга, она раскрывает наш мозг. Никакой фильм, никакой ютуб, никакие игры не могут нам... Вот сейчас дети стали ленивые. Говоришь, читал про Степана Разина, а зачем? Я могу фильм посмотреть и всё. И фильм-то не буду весь смотреть, там есть даже каналы, в которых просто пересказ за пять минут, всё пока... Понимаете, насколько ленивое стало наше поколение? Ну, не наше, а именно следующее. Читать очень-очень много надо читать. Заставьте себе это сделать. У вас мозг будет думать совсем по-другому. Продолжение следует...